Октябрь 1982 года, Япония. На прилавках музыкальных магазинов появляется альбом Билли Джоэлла «Fifty Second Street». На самом деле, альбом уже прогремел на весь мир в 78-м. Но четыре года спустя он повторно выходит теперь не на кассете или на виниле, а на необычном, неизвестном ранее носителе – компакт-диске. С этого момента начинается эпоха популяризации цифрового звука. Проходит около 40 лет и теперь подавляющее большинство музыкальных файлов представлены в цифровом виде. Новая форма хранения и передачи аудиозаписей оказывается чрезвычайно удобной как для домашнего использования, так и для профессионалов. И здесь кроется серьезная проблема. Традиционные усилители не усиливают, динамики не воспроизводят, а ваши уши не могут услышать цифровой сигнал, потому что он не является звуковой волной. Ваша коллекция музыки – это просто набор нулей-единиц, которые совершенно бесполезны, если у вас нет одного конкретного устройства. Вы можете не знать, как оно называется и как работает, но так как большинство из нас пользуются смартфонами, компьютерами или планшетами, то это значит, что мы ежедневно сталкиваемся с ним – с цифро-аналоговым преобразователем, более известным как ЦАП или DAC – Digital to Analog Converter. ЦАП – фундаментальная основа декодирования привычной цифровой музыки, превращения ее обратно в аналоговый сигнал, который способно услышать человеческое ухо. Предыстория с музыкой – просто частный пример. Естественно, ЦАП используется в разнообразных устройствах, датчиках и научных установках. И все-таки, зачем нам изучать ЦАП в курсе? Вспомните, как на прошлом занятии мы включали и выключали светодиоды, подавая на них либо максимальное напряжение, либо нулевое. Мы поняли, что мы принципиально можем влиять на окружающий мир с помощью компьютера. А что, если мы хотим контролировать яркость лампочек или интенсивность работы любого другого аналогового устройства – больше, чем двумя уровнями. При помощи ЦАП мы можем варьировать степень влияния. Скорость вращения лопастей, интенсивность свечения лампочки, воспроизведение разнообразных звуков на динамиках. Можно привести еще миллион примеров и ситуаций, где цифроаналоговый преобразователь просто незаменим. К счастью, на учебной плате уже есть ЦАП. На это намекает область со светодиодами под названием DAC. Поэтому сегодня мы научимся с ним работать и воплотим в жизнь все вышеперечисленные примеры. Поехали!